Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Сейчас мы с вами находимся в Луксоре В самом туристическом городе Египта Луксор слово арабское Эль-Уксор переводится как город дворцов Так когда-то назвали арабы древний-древний город Египетских фараонов В который они пришли в 7 или в 8 веке А что было раньше? А раньше были фиевы Которые называли так греки А египтяне называли этот город Уасет Что в переводе означает город-власть В этом городе фараоны устроили свою столицу И произошло это примерно в 25 веке до нашей эры Я не оговорился В 25 веке до нашей эры До этого была эпоха древнего царства египетского А приблизительно с 25 века до нашей эры Возникло среднее царство И столица была перенесена из Мемфиса сюда В Уасет Или Фивы Сегодня Луксор Маленький город В который стремятся все туристы Приезжающие в Египет Арабская часть города очаровательна Вот мы сейчас находимся на старинной улочке Здесь лавки Здесь всяческие сувениры продают Какие-то восточные ковры И прочие изделия Но если говорить о том Что здесь по части старины У-у-у Нас ждут изумительные впечатления Let's go Поехали ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сейчас мы находимся В большом храме Луксора Этот храм был построен В XIII веке до нашей эры Двумя знаменитыми Египетскими фараонами Начал строить храм Аминхотеп Последний фараон XVIII династии А закончил Рамзес II Прозванный Великим Один из основоположников Династии XIX Вот здесь статуи Рамзеса II Вот он сидит Сложив руки на коленях И поза Это означает Что фараон благосклонен По отношению к своим подданным Что он их Ну скажем так Милует Вообще Когда я думаю Про количество веков Которые прошли с тех пор У меня волосы дыбом подымаются Ну правда XIII век до нашей эры Это новое царство египетское А древнее царство Времен Хеопса Хефрена Вот пирамиды Близ Каира Это XXVII век до нашей эры То есть третье тысячелетие До нашей эры И после того Как закончилась Последняя династия А всего их было в Египте 26 Вот когда закончилась XXVI династия Это был всего лишь VI век До нашей эры То есть до Рождества Христова Оставалось еще полтысячелетия Еще должно было пройти Владычество Эфиопов Левийцев Оссирийцев Перцев Греков Римлян И только потом Началась наша эра Неслыханно Невероятно И очень трудно В это поверить Ну сейчас пойдемте Прогуляемся по храму А попутно Я вам расскажу Про фараона Рамзеса II Египетское искусство При всей своей условности Символичности и знаковости Очень реалистично Рассматривая статуи Рамзеса II Мы можем очень многое понять Об этом древнем владыке Ну во-первых Лицо Умное Значительное Волевое Во-вторых Могучее телосложение Говорит само за себя Воин Сравним для наглядности Статуи Рамзеса И Аминхотепа Тот мягкий Изнеженный Мирный А Рамзес кряжестый Широкоплечий Очень сильный Правил он Чрезвычайно долго Одни историки Египтологи Утверждают Что 36 лет А другие Что 67 Как бы то ни было Рамзес создал Мощное Огромное По своей территории Государство И для подданных Он разумеется Был не царем А скорее Богом Не все Статуи великого Египтянина Дошли до нас В целости Вот этого Рамзеса Ученым еще Предстоит собрать Из мелких Кусочков И еще Одна любопытная Деталь В одной из Скульптур Рядом с фараоном Запечатлена Его любимая Жена Нефертарий По традиции Она во много Раз меньше Своего гиганта Мужа Но это и понятно Кто же может быть Равен Царю Тут же Обелиск На котором Иероглифами Сверху вниз Записаны Славные Деяния Рамзеса Обелисков Было здесь Два Но второй Увезен В Париж И украшает Сегодня Пляс Даля Конкорд В мусульманские Времена Один из пределов Большого Луксорского Храма Был обращен В мечеть Она кстати Действует И сегодня А сам храм Посвящен Богине Мут Жене Верховного Бога Амона Ра Вот ее Таинственное Жилище Самая темная Часть Святилища А вот и она Сама Мать матерей Богиня неба В двойной Короне Символи Объединенного Египта Про большой Храм В Луксоре Можно рассказывать Еще долго Но в полной Мере Впечатление Передать Все равно Не удастся Символи Рага Велик 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 Зоопарк в Каире под стать самому Каиру. Столица Египта – это самый крупный город Африки, ну и зоопарк соответствующий. Первоначально этот зоопарк был собственностью короля Египта. В 1890 году Фидевий Исмаил основал в столице своей этот зоологический сад. Король Исмаил очень любил природу, и кроме того он любил богатые и пышные сады. И вот здесь самая старая часть зоопарка – это дивные гроты, какие-то лестницы в стиле арабского модерна, водопады. Там любил гулять его величество. Впоследствии зоопарк стал общедоступным, а в 1952 году он был национализирован. Сегодня мы гуляем по зоопарку Каира. В shotgun по зоопарку Каире и��аре… Люди Нежил Данц, банц, 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 банц. Ты мой красивый, 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 да, да, ты мой красивый. Вот тут-то мы как раз и запачкаем все, что можно. Этому малышу 4,5 года. Для шимпанзе это еще очень юный возраст. Ну, слезай, слезай. Пойдем, пойдем, мой милый, пойдем, пойдем, мой дорогой, иди. Измажет он меня всего. Ты мой красавец. Очень любопытный вопрос, обезьянничают ли обезьяны? Смотрите, он ведет себя совершенно по-человечески. Дело тут не в том, что обезьяны склонны к подражанию, а дело в том, что они просто близкие наши родственники. Понимаете? И они чрезвычайно любопытны. И поскольку они устроены похожи на то, как устроены мы, то рано или поздно обезьяна сделает то же, что человек. Ну, например, вот часы. Снимет, ну, не знаю, наденет ли. Это еще вопрос. Ты мой маленький, ты мой красивый. Да, 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 да вот. Стало быть, если дать обезьяне фуражку, рано или поздно она ее обязательно наденет. Ты моя умница. Ты моя умница. Да, да, да. А вот смотрите, он сейчас показывает попку. Это потому, что он таким образом демонстрирует покорность, а вовсе не грубость. Он просто показывает, что вот я, мол, не сопротивляюсь, ничего плохого в виду не имею. Все, я уже грязный? Невозможно грязный. Сабур, сабур, ягбир, 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 ягбир. Вот так. Стало быть, высокий интеллект обезьян, их любопытство и человекоподобность приводят к тому, что шимпанзе легко разбираются, например, с ключом и замком, способны причесываться гребнем или, на худой конец, шваброй. А если обезьяна выполняет команды дрессировщика, ну, к примеру, танцуй, ягбинь, то здесь следует говорить о ее врожденном артистизме, понятливости и отличной памяти. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 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 Гиеновые собаки относятся к семейству псовых. К гиенам они прямого отношения не имеют. Однако природа наделила их пятнистой окраской, отдаленно напоминающей гиеновую, и круглыми гиеноподобными ушами. Эти звери – самые опасные хищники Африки. Да-да, не львы и не леопарды, а вот эти небольшие собачки, гроза саванн и степей. Их побаиваются даже слоны. Своим острым умом, организованностью охоты и царящей в стаях железной дисциплиной гиеновые собаки напоминают волков. Их иногда называют волками Африки. Так же, как и наши серые, они являются санитарами природы, безошибочно выбирая в стаде зебр или антилоп слабых и больных животных. На людей гиеновые собаки не нападают. И, как и волки, легко приручаются. В неволе они очень преданы хозяевам, обожают играть и ласкаться. Впрочем, держать их дома невозможно из-за неприятного запаха. А в зоопарке наблюдать за пятнистыми псами саванн можно просто часами. КОНЕЦ КОНЕЦ Необыкновенно красивое создание. Вот сколько я уж с ними общался, а все никак привыкнуть не могу. И какая вместе с этим крутость. Вот я сейчас продемонстрирую вам смертельный номер. Ты моя прелесть. А вот еще. Единая лапочка. Удивительнее всего то, что в виде этого кроткого животного древние египтяне изображали злого бога Сета. Почему-то Сет воплощение темных сил изображался в виде человека с головой жирафа. Но, впрочем, Древний Египет это мир особый. Для египтян жирафы были центрально-африканской диковинкой. Поразительный факт, который дошел до нас сквозь тысячелетия, когда в 17 веке до нашей эры в 17 веке до нашей эры египтяне одержали победу над нубийцами. Ты мой красавец. Так вот, в качестве контрибуции они потребовали тысячи невольников и одного живого жирафа. Вот такая история. Леопардов, как и все, как и все. Леопардов, как и все, как и жирафов давно уже нет в Египте. Водились они в долине Нила только в доисторические времена. Тогда и ливийской пустыни еще не было. Изумительно красивы эти пятнистые кошки. А какие они ловкие, какие сильные. Леопард единственный зверь из числа крупных кошек, умеющий по-настоящему лазать по деревьям. Сила его совсем не пропорциональна размерам. Многократно зафиксированы случаи, когда леопард долго тащил в зубах добычу, равную ему по весу. Ни лев, ни тигр на такое не способны. И еще один рекорд. Схватив убитую газель, леопард прыгнул однажды на 13 метров. А потом запрыгнул на дерево трехметровой высоты. Невероятно, но факт. Ну, нельзя сказать, что мы так уж досконально знаем историю древнего Египта. Что нам эти фараоны, что нам эти тысячелетия. Мы иной раз в этом деле просто бываем безграмотны. Но вот имя фараона Тутанхамона знают очень многие. Почему именно Тутанхамона мы знаем? Да потому, что его гробница каким-то чудом не была разграблена до 20-го столетия. Поэтому, когда Говард Картер открыл эту гробницу в 1922 году, он обнаружил ее в целости сохранности. То есть все то золото, все эти драгоценности, которые были положены на саркофаг Тутанхамона, все они сохранились. Эти сокровища бесценны. Они бесценны и для науки, а они бесценны и потому, что это золото, драгоценные камни в невероятном количестве. А вообще-то Тутанхамон был очень скромный фараон. Он был юный, умер он в возрасте всего лишь 18 лет. И он ничего особенного не совершил. Вот его статуя. Вот фараон Тутанхамон. У него очень приятное лицо. Видно, что он очень молодой. И вообще-то мне его жалко, потому что он, видимо, умер не своей смертью. Он сделал изменения в системе религиозных поклонений Египта. То есть он ликвидировал культ Атона, как диска Солнца, и вернулся к культу бога Амона, бога Ра. За это, вероятно, его и убрали. И очень трогательная подробность. На саркофаге Тутанхамона, когда вскрыли гробницу, Говард Картер обнаружил засохший букетик фиалок, который положила туда его юная жена. Вот ее портрет. Они, видимо, друг друга любили, эти мальчик и девочка. Вероятно, брак был заключен, когда они были совсем еще детьми. Потом, когда ему было 18 лет, я думаю, что она и фактически стала его женой. Вот такая трогательная и печальная история, чем-то отдаленно напоминающая историю Ромео и Джульетты. Там тоже юное чувство погибло, не развившись. Вот и эта любовь ей не суждено было продлиться долго. ГОВОРИТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ГОВОРИТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ГОВОРИТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ГОВОРИТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ГОВОРИТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Счастливо! Губернские скандалы по всей России Почему прекрасное лицо Якутии алмазы, а гадкое выборы? Откуда берутся слухи о грядущих отставках в Кремле? Почему прокуроры заменили политтехнологов? Что это? Торжество грязной компроматной политики или торжествующее шествие закона? Сегодня в 19.35. Свобода слова на НТВ. Продолжение следует... Здравствуйте! Новости на канале НТВ. В ближайшие 15 минут самая последняя информация, поступившая к этому часу. В студии Денис Солдатиков.